Рыб не видно, ни одной рыбки я не видел. Рыб не видно, ни одной рыбки, ни одной рыбки, ни одной рыбки. Существует гриб с ней. Насколько он поднял воду, в воде пришлось обманным каналом где-то идти сбоку, а его хатка, видите, вот насколько, сами посудите, насколько он поднял, полностью короче, перегородил, потом веточки эти охладились, и вода замерзла, и теперь получилось по пояс где-то, если судить по удочке, удочку поставить вот так, удочку поставить, удочку, то видите, бобры. Бобры, великие гидростроители, и вода нашла себе в одной путь, ну вот по боку, а плотина вон какая, бобры, великие гидрофорты, и великие гидрофорты, и А там можно у него кататься на коньках. О, иду по льду. Ого! Смотри, сколько бальков. Стая, перволёдок. Велик не трещит, и я не проваливаюсь. Он же трещал. Бок надо. Ох, сколько бальков. Мальки зимуют здесь. Тоже запрещав. Я насчет. Сами вилевая белая белая белая. Мальки зима на арабском. Мальки зима. все я провалюсь нет не провалились идем по льду неудобно приходится эти все льды ломать вот как сейчас я сломал витек неудобно было хорошо они не провалился лет притоки загородил видите какой старатель тоже уровень высокий тут перегородил потом пошла пошла вон там видим перед перегорожено еще выше поднято и тут тут перегородил чтоб не было тут перегорожено четко видим да и выше все пошло выше сейчас еще посмотрим полностью выгородил вот такими раз раз не очень грамотно там получается все четко и там скорее всего закрыта и тут видите плотинка четко и тут у него достаточно глубоко и лед достаточно крепкий здесь я провалюсь то провалюсь по пояс это уже понятно ну можно попробовать перволёдок давно он стоит должен быть крепкий ну вот мы пошли вместе души болотника будет вот так вот эти какой аквариум у него подводный все снежком потом присыпив будет темно провалюсь по пояс мне такая вот штука и вон ведь плотина какая бобрины хочу кататься да да синий цвет спектакль окончен спору нет а тут мне наверно попасть уже будет кого уже выше даже выше он какая русло то бобрах каток сделал поток бобрину о тут кочка темный какой-то а к сверху на текло сверху на тепло вот это дело ой тут можем мы и провалиться надо осторожненько что делаем вот она пошла а вот туда копьемся боку наберем же я разбил все на текло и все остальные одно из и и в этом месте будет рекомендовать вот это вот оно указывает на слайд кровь на мото хаосе это они большая и на текло и не и обойти на наступить на кочку сразу чтобы не провалить потому что он тут сам что-то строил видать и поэтому тон тонкий лед нам не выгодно сейчас стороной маяка обойдем бобрильные какие покатушки поведете полностью вот начиная отсюда до куда вода начинает подниматься он все все полностью обустраивать вот натаскал вот таких полностью заделал все он клюпать рядышком вот бобрины ведь листвы наносил вот такой вот он вообще его кахатка что ли будет тут вообще выше моего роста наверно глубина то эти пока то все чтобы вода приподнимается и она сбегала все там кол какой-то у него смотрите какая глубина здорово и притонуть можно ну я стою стою но такая вот штука глубина он какой этот пикачет давать еще пройдемся ну вот так мимо все бобра бобер лишь бобера бобер там там сделал ступеньку тут ступень и пройдем выше увидим еще дальше что там будет у него лишняя вода через вверх тупо перетекает и достаточно глубина вообще глубина как нам надо но тут лед но тут лед нам надо как-то добраться а как мы до него доберемся этот лед то нас держать не будет это 100 процент вообще не знаю да нет я держусь если провалюсь то уже провалюсь по шею по шею провалюсь тут ведь и держит вот был он там если он плавал что-то да ладно acaba не смотря до того то что получить что они действительно не измол дороже ROSE BFACIUS之 на 6r необходимость когда bites на 6r эти прекрасные неприятность где увидят классно ну да бобр тоже какие-то сказки свои строят таежные ничего не скажешь оба оба она ребята вот это было да провалиться эту не хочу глубоко маленькую пойдем закусить держать треснул не значит без вот и опять и опять бобр построил нам олипистика за ручка бобры гидростроители да ну и докуда у него интересно этот каточек он нам сделал давайте пойдем глубоко у него еще глубина глубина рыб не видно рыб не видно уж провалить тут не хочу я по пояс мокрый будешь по пояс мокрый вот какая он копал там что ли а может копать ребята не знаю может действительно копает выкапывают еще и катимся юху прозрачный ручей фок еще следующий следующая плотинка следующий подъем следующая ступенечка тут ступеньки вот он видите недавно был что-то лазил ремонтировал видать либо не знаю и ступеньку вот такую сделал так ну чё как мы тут провалить нет то не должно думаю вот можно последить как он палочки поперек вдоль и сейчас мы поднимемся на исследования здесь утопе лучше насправить в ныде лазил everybody sill peach и hold on его цела широкий вpin ко мне ныне понимаешь вот использовавший з 거기ard лиurg официонов contro Тяжело будет убираться, если я тут качканусь. Ну да, вон какая территория. И сбоку, а сбоку там вытекает, я думал, туда ручей уходит. Никак нет. Ледовые дворцы бобра. Ну вот видите-ка, все прозрачные, вообще все видно. Рыб не видно, ни одной рыбки я не видел. Ну что, вперед, если провалимся, то нам надо будет потом выбираться очень сложно. Ломать лед, потому что мы никак не выберемся, не сломав. Будем залазить, проваливаться, заваливаться. Ну видите сколько, вон туда пошла хардка, вот тут короче он полностью тут перекрыл в три ступени. там тоже как бы начало утекать, там перекрыл. Ну вот уже ямка, да, кочка хорезинная. Харис может клювать. Рыб не видно. Рыб не видно. Ох, ноги разъезжаются. Вообще какой-то, вообще действительно хрустальный дворец сделал себе. Хрустальный дворец, о, тоже видите, подмывка какая. Стальный дворец. О, и тут подмывка. Видите как, что и с той стороны подмывки. Ну это на водичку. Мутутрай. Бубаррай. Ой. Ну такие меня смущают. Надо ближе к кочке брать, наверное. Ой. Надо катануться. И быстренько вот, ой. Встать вот сюда. Встать на кочку. и потом перейдем вот сюда мало ли он мальки мальки появились мальков вижу мальков вижу бобринное тоже местечко тут он тоже что-то был недавно сломано у него все тут какую-то плотинку он заделал заделал плотинку ну вот русло речки все загородил что наш ку из продолжается ну какая яма на ту сторону она прикатит а по прятку смиф походила яма то яма яма четко в глубокое к глубокое м вон какая прошла русло и они приступают в кơчки, а как раз геопарды. И в каверию они являются тегем вредными кашами, геопарды. Выносим в кашу сахарей, а по протоколу, место имя что вы хотите вот такую зону. Ну что, вперёд! 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 Вижу, трещина впереди меня пошла. Надо выходить в бок вот к этим кустам, иначе будет не очень доброе дело. В кустах я себя лучше чувствую, что на глубину неохота выходить. А глубокая тут. Ну вот такая глубина вот. Речушка так пошла. Что-то хрустит, но не ломается. Ну вот он тут тоже что-то был. Был он тут. Строил что-то. Так. Пока всё нормально. Достаточно глубокий. Глубокий. Вот он вынырил. Эти. Подышать воздухом или чё? Дальше вынырил. Так хрустит что-то. Неприятно становится. Не, да берём его. Он тут кусты. Глубокий. А вот ети. Вместо глянье. Он не захотел вне. Он усилит, это каковая, каковая жара. Старая, странная мурица. Выдали, кустыка. И клубокий. Ухана, собирает оно пищевает они какие-то в ручках. Белый, еще обрезок. Парешку, прорезок, этот пищевает о том, Bearie-Тык, Ухана, коренькая,この пистротчика. Бабрик, добродушный бобр, западню построил, вот он тут ходил, я вижу, вот и был, и тут справа ходит так, за не понять, что оттуда приходит, вот тут русло тоже, как бы было, куда оно уходит, непонятно, куда оно уходит, непонятно, куда уходит русло, нам надо по березе перейти туда, и будет нормально, и будет нормально, начало было хорошо, а тут похуже, благо на бересте ноги меньше скользят, и это хорошо, тут уже струнка пошла, не замерзшей воды, вот, это все он подтопил, товарищ, все подтоплено, полностью рейку впустил к другим руслам, оттуда, если у тебя есть на березу, для того чтобы и подгрыжает дерево в такую березу, видеть, красивую. Видите, опять пошел, видите, какой ручей глубокий, рыбки маленько покрупнее стали, вон как замерзшие, ой-ой-ой, кататься тут не будем, можно вдоль вот так прокатиться и, вон, туда пошла у него тропа. Тут он тысячу раз, видите, вылазил, залазил, вот этот крупный, тут какой-то заход построил даже, и не знаю, как он сейчас передвигается, по льду, подо льдом, но пока остается фактом. Хрустальные дворцы для катания он строит прекрасно.